У меня было видно, если еще было только 19-20 с чем-то, 19-29. А вот сейчас напишите, пожалуйста, видно меня или слышно, и напишите в чат, что мы начали, что мы начали. Не начали, а начали. Помягче. Значит, много, очень много слайдов, 99, кто-то не снял вообще, кто-то у нас потерялся, кто-то снял как положено, 7 снимков, а кто-то загрузил много. Но по доброте своей взял все, может так не надо было. Сейчас видно и слышно. Отлично. Мы с вами постараемся не спешить, но в то же время не растягивать на 2 часа. Если мы с вами все сделаем за 40-60 минут, будет отлично. У нас больше мы никого не ждем. Наталья, Татьяна, Алиса. Алисия в двух местах почему-то у нас показывается. Так, напишите, пожалуйста, кто-нибудь в чат ВКонтакте, чтобы я не отвлекался, то, что начали, и, может быть, кто-нибудь еще подключится. Смотрите, значит, еще один момент. Следующее занятие мы с вами соберем. Вот у нас по свету, по свету поправки мы не делали. Вы пока делаете сейчас предметную съемку и по свету делаете фотографии улучшенные. После этого мы все внимательно посмотрим, и нам нужно будет сделать фотографии под отбор. То есть мы все вместе, еще кто-то умеет и кто-то не умеет, будем учиться отбирать фотографии. Вот когда 10 есть или 15 снимков есть, и нам нужно 2-3 снимка выбрать, которые лучше. И мы это будем с вами делать, учиться онлайн. Это маленький еще эксперимент у нас получается. Но не переживайте, мы все вместе, я никуда вас не отпущу, пока вы сами не скажете. Все, Василий, достаточно. Хорошо. Начинаем? Готовы? Чай себе взяли. Чай, зефирки, сладости, мед, чтобы можно было смотреть и наслаждаться. Так. Разбор полетов. Нравится мне этот самолетик. Лисия. Алиса. Алиса, а почему лисия? Способ наш знакомый, вы помните. Мы смотрим... Репортаж мы с вами еще не смотрели. Мы смотрим все снимки сразу, и после этого смотрим каждый снимок по отдельности. Ну, в смысле, у одного какого-то человека мы одного смотрим сразу все снимки, потом каждый снимок по отдельности. Настя двое. Алисия и я. Нет, вас не двое. У нас здесь Наталья еще. Но почему-то мало сегодня пришло. Ну, не знаю, было по какой причине. Посмотрим записи. Найдут себя в записи. Посмотрим. Значит, потихонечку, потихонечку все равно сами с вами сейчас разберемся. Так. Ну, Алиса у нас здесь. И с Алисией я. Алисия – это полное имя. Алисия, как... Загадка для меня. Как правильное полное имя? Смотрим. Да, хорошо. Смотрим все снимки. Все снимки. А когда у вас не будет, мне сложно будет общаться. Если вы все уйдете, я один не буду так все снимки смотреть. Я обычно как-то там пролистаю, прокомментирую и все. Подождите, вы меня слышите? У меня же микрофон далеко. Вот, вот так вот меня должно лучше быть слышно. Хорошо, смотрите. Первая Алисия. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Почему так именно смотрим? Потому что здесь важно увидеть картину в целом, потому что снимки могут быть о каком-то одном событии, а могут быть разные. Сначала смотрим картину в целом, а потом смотрим снимки по одному. Так. Голубь шикарен. А по поводу этой фотографии что скажете? Что думаете? Голубя, да. Голубя, хорошо. Так, мало людей, поэтому кто-то будет один писать, долго ждать надо. Но почему сегодня никого нет? У нас 15 человек. Ольга пропала, и еще одна девушка пропала. Я писал, писал, пропала. Я наоборот хочу, чтобы все занимались норм. А я думаю, что можно было и получше. Алисия, вы можете снимать лучше. А это, ну, такое, ну, обычный, очень обычный. Очень обычный. На репортаж можно было семь снимков сделать более интересно, чтобы каждый был. Такой проходной получается. Вот. Здесь уже интереснее. Можно, конечно. Так в том-то и была задача, чтобы снять самые-самые. Вы же выбираете и показываете самое лучшее. И следующее занятие у нас и будет на эту тему, что сняли много, выбрали самое лучшее и показали. Фотографы так и снимают. Снимают в фотосессии. Тысячу снимков сделали. Но это не совсем реальный подход. Нужно все-таки баланс соблюдать. Сделали две тысячи или тысячу, или даже две тысячи фотографий и выбрали несколько. С одной стороны, да, с другой стороны, нет. Совсем поливать бездумно не нужно, но выбирать лучшие снимки нужно. Как вы снимали, Алисия, расскажите, пожалуйста. Это вот ваши дети или незнакомые дети, или ваш ребенок и подруга ее. Что здесь происходило, как вы это снимали? Какой-то репертаж есть, но не максимум. И вы можете лучше... Не знаю никого, не знаете никого. Вот то, что вы снимали незнакомых людей, это хорошо. Это круто, значит, вы смогли это сделать. И вот дети играются, дети чем-то занимаются. Это получилось. Да, когда люди совсем незнакомые не хотят, чтобы их снимали, то совсем подойти в лоб и снимать не получится. А на каком-то празднике, сами понимаете, так можно. Хорошо. Вот. А вот тут вот круто. Незнакомых людей поймали в целую историю. И вот девочка слева ползет, справа уже лежит. Вот это здорово. Репертаж, какой он есть. И пусть с ним, что сзади машина едет. Да и ладно, вообще, и дерево, неважно. Вы поймали настоящий репертажный снимок. Кто согласен, кто не согласен. Я хочу, чтобы вы общались с вами, чтобы вы тоже высказывали свое мнение. А мне в детстве не давали свое мнение высказывать. А нужно, 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 нужно всем нам высказывать. Хорошо, хорошо, идем дальше. Точно так же, точно так же. Замечательно. В этом плане, если это снято таким же образом, то есть, вы поймали момент, вышли, настоящая уличная фотография получилась. Как вы так поймали? Издалека стояли? У вас длиннофокусный объектив? В этом плане хорошо. Помните, мы с вами проходили занятия жанры и направления, ну и виды фотографии. Мы с вами обсуждали, что у кого-то одно направление может получаться лучше, а у кого-то другое. Никогда не забывайте об этом. Когда мы проходим эти занятия, вы можете почувствовать, вот это ваше, а это может быть не ваше. Может быть, вот Татьяна, Татьяна, я правильно понимаю, что вам вообще дискомфортно на улице что-то снимать, людей незнакомых снимать, но своих, но предметы готовы часами снимать. Вот. А кто-то наоборот, кто-то легко снимает незнакомых людей и получает от этого удовольствие. Я легко снимаю на каких-то праздниках, какие-то мероприятия большие, не помещения, помещения не люблю, прям, не интересно. У меня вот на улице городской праздник, кто-то про 24-70 объектив. С удовольствием, с утра до вечера снимал бы. Видите? Поэтому никогда не забывайте. Находите просто то, что вам по душе, и там и развивайтесь. Вот. Всем... О, Дина! Дина, здравствуйте! Так, хорошо. Следующий. Дина, что думаете по поводу этого снимка? И все. Какие мысли? Видите, как интересно. Помните такое необычное правило о нечетном числе? Такое правило, да не правило. Погребок. Погребок, да. Правило, да не правило. Но, может быть, здесь оно отрабатывает. По мне, оно неоднозначное. То, что 3 смотрится лучше, чем 2, 1 смотрится лучше, чем 2, 7 смотрится лучше, чем 8. Не совсем. Согласен? Когда как? А здесь у нас, получается, репертажный снимок получился. И у нас здесь 2, 2 и 1. И они группами идут. И еще получается такой небольшой треугольник. Угу, угу, угу. Хорошо. Настоящий репертаж. Двое идут прям... Как это называется? Детективный снимок. Из машины подловили. Оп-оп-оп-оп. Сняли. Настоящий детектив. Замечательно. Здесь тоже у Алисии. Напишите, как правильно должно звучать ваше имя. Алисия. Алиса. А то я запутался. Хорошо. То же самое. Репертаж. Настоящий репертаж. Если уличный репертаж о том, что на улице происходит, то все получилось, все закомпоновали. Ну, может быть, чуть-чуть автобус там зарезался. Ну и ладно. Не страшно. Опять же, если снимаете репертаж, то требования к тому, что что-то зарезалось более мягкие. Если снимаете постановочную фотосессию, серьезно все выставляли, то требования будут жесткие. Если что-то, там, если вы на постановочной фотосессии отрезали по колено, то спрос будет за это самый настоящий, самый строгий. А если такая ситуация возникла в репертажной съемке, то, возможно, момент был намного более ценный. И просто потом чуть-чуть подрезать эту фотографию, чтобы получше стало. Алисия-лиса. Алисия-лиса. Алисия – это то, что вы имеете в виду, что лиса, как имя-ник. Правильно? Так. Голубь важный. Голубь здесь хозяин. Голубь всей площадью заведует. Самый важный человек на этой площади. Светлана. О-о-о-о! Почему Светлана? Светлана, Алиса, от лисы. Светлана. Все, снег... Запутали меня, запутали. Снег. Супер-голубь важный. В целом, получился рассказ о том, что происходит на площади в этот пасмурный день. и получилось замечательно. Кроме первого кадра, все круто, но первый кадр, если в комплекте смотреть, то он тоже хорошо показывает такая, смотрите, подождите, вот так вот если посмотреть, то получится обычное место, можно такой рассказ придумать, обычное место, вроде бы ничего примечательного. Но, посмотрите, ребятишки гуляют, ребятишки не просто гуляют, а прям веселятся, хотя сзади едут машины, но детишкам и здесь классно, и здесь хорошо. Мальчик доволен жизнью, спрашивает, когда же кончится зима, сколько можно. Кто-то закончил учебу, кто-то поехал за продуктами, за всем этим наблюдает голубь. В этом плане круто. Кто согласен, кто не согласен? По-моему, о том репертаж, вот выйти на улицу и снять, что там происходит, получилось замечательно. К Алисе, ник мой. Хорошо, Алисе. Светлана, Алисе. Наталья. Наталья здесь у нас? Так, смотрим так же все вместе, а потом по отдельности. Раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А, вот этот вот самый любимый мой. Почему-то здесь, здесь. Но я буду, я не знаю, когда. Вот следующее занятие. Следующее нет. Когда же, когда же, на экзамен. Или когда мы. Строгость-то я когда своими проявлю. Я такой добрый. Все, прощаю. Так, что я увидел? Я увидел, что рассказ есть, понятно, чем занимались, но можно было, во-первых, поточнее, по композиции, а во-вторых, чуть каких-то элементов не хватает, может быть, деталей не хватает. Вот в предыдущем у Алисе получилось и голубь есть, и общие планы, и какое-то разнообразие. А здесь вроде бы действия происходили, но как будто бы вы не влились в них, как будто бы не раскрыли. У меня такое впечатление возникло. Да что страшно, экзамен, это же не экзамен, никто же не будет стоять с кнутом. Мы просто выложимся на то, выложимся по максимуму, посмотрим, что у нас получается, подведем итоги. А так как у нас еще получается полуиспытательная группа, то есть мы с вами еще только налаживаем все, и что-то у нас не получится, то, значит, подтянем, усилим, что-то еще пройдем, поработаем над чем-то. Никуда не отпущу, пока вы не скажете, все, Василий, замечательно, мы довольны. Так, о снегоходе. Алисия, а вы же знаю, вы же друг друга хвалите, защищаете. Это я у вас получается еще в виде плохого полицейского еще получаюсь. Так, здесь на снимке все есть, вроде как, но как будто бы чуть-чуть не раскрыто, либо, не знаю, вроде как, чуть-чуть бытовой получается, либо чуть общее, либо чуть крупнее. Это вопрос композиции. То есть по моменту есть, по вопрос композиции и точности, что именно. У нас здесь и мальчик сзади, как будто бы то ли в сумке сидит, то ли из-за сумки выглядывает и смотрит куда-то в навигатор, и все вместе есть. Но хочется либо крупнее, либо общее, на мой субъективный взгляд, чуть-чуть не выстроили мы с композицией. А, в сумке. В сумке. Хорошо, хорошо. Как вы считаете, как вы считаете? Или вы сейчас будете все только хвалить? Ну ладно, вы давайте так. Вы будете хорошим полицейским хвалить. О, все хорошо, я буду ругать тогда, чтобы у нас баланс был. Годится такая схема? Ну вот, что вы напишите? Что вы напишите на этот счет? Так, вот, по поводу композиции. В следующем снимке видно, что вы близко подошли и раскрываете, но не раскрыли опять же до конца. Что с композицией? Наталья. Наталья, ну скажите, ну разве эта композиция на финишной прямой? Наверное, было неудобно, быстро, сложно. Но все же нужно было всего лишь 7 снимков. Эта композиция неясна, на чем сидят. Неясна, не видно, куда едут. Видно лес, спины. Мы, и только потому, что мы видели на предыдущем снимке снегоход, мы можем понять, что это снегоход. Только поэтому, если все убрать, если убрать то, что мы видели остальные снимки, то совсем непонятно будет. Сидите на снегоходе, едете. Все равно, все равно, все равно, все равно, все равно. Точнее, больше, сделайте 100 снимков. Из 107 вы выберете, выберете. По композиции, значит, сделайте 5 фотографий с идеальной композицией. Если кормает композиция, значит, мы будем таким образом лечить. Все правильно, все правильно вы написали, все так и есть. Так. Наталья, здесь то же самое. Видите, у нас сохраняется везде. И есть, и есть, но не максимум, но не раскрыли. Либо тогда уже снегоход, либо тогда уже пейзаж снегоходом с перспективой. Да, снег, да, неудобно ходить, но все-таки нужно выкладываться. Чуть-чуть мы подрезали здесь снегоход в левой части, в правую у нас линейная перспектива, лес. И все есть на снимке, все есть. Но не точная точка съемки, не точная композиция. И вот это вот чуть-чуть и не хватает. Если бы Алисия тоже снимала не точно, если бы она сняла то же самое не точно, то не было бы такого эффекта. Вот этот вот эффект, то, что погружение, интересно смотреть, происходит из-за того, что вы вытачиваете свои снимки. Максимально, сколько вы можете. То есть, ну, это на автомате должно быть. Да, у самого огня бывает снимаешь, потом видишь, ну, что-то не получилось. Но тогда снимаете больше и отбираете тогда просто нужные снимки и все, нужные фотографии. Вот, у нас тут дорога. Он, снегоход, туда едет. А что там происходит? Он долго так баловался, скажите? Или задача туда приехать? Или что было? Да, вот это уже интереснее. Но я думаю, что все равно можно было... Ну, он во всех присутствует, во всех, во всех, во всех немножечко. Капельку, капельку лучше можно. Задача переехать. О, так там можно было весь эксперимент, только об этой задаче снять. Динамики здесь, как будто, не хватает. Наталья, что-то я сегодня на вас прям. Так, вот. Ну, тоже у нас чуть тогда или крупнее, или вообще. То же самое. Ну, посмотрите. Вот у нас. Вот он просится. Чуть или туда, или туда. Капельку, капельку. Это же несложно. Или можете так сделать. Можете взять. Сделали отсюда. И скажите, о, подождите, никуда не надевайтесь. Очень классно получается. Давайте сделаем еще покрупнее снимок. Вы так сделали или нет? Никогда. Ну, делайте дубли и интуитивно чуть-чуть-чуть выставляйте. Капельку просится. Либо здесь вообще, либо крупнее. Кому просится или всем остальным хорошо. Это я один такой. Сегодня, наверное, на Наталью. Вот такой злой полицейский. Да, здесь есть история. Ну, мы говорим о том, как прям конфеточку сделать. И вы можете делать конфеточку. А если можете делать конфеточку, почему бы ее не делать? Вот, хорошо. Замечательная фотография. Все хорошо. Чуть точнее композиция. Тут чуть точнее. С точки зрения партажа. Да. Вот он сидит довольно хорошо. Лицо в тени. Сзади пейзаж. Все замечательно. Все замечательно. Татьяна, чуть капелька, самую капельку. Ну, это нюансы. Это нюансы. Хороший снимок. Мне нравится. Самую капельку можно будет в редакторе подкорректировать. Самую капельку. И чуть-чуть еще можно лицо будет светлее сделать. Займемся этим. Да, правильно, Татьяна. Это можно. О, красота. Видите, ближе подошли. Ближе подошли. Вот мы обрезали лишнее. Ну, понятно, что это снегоход. Интересно стало. Как будто чуть-чуть смазались. Но солнца у вас на улице много. Солнца у вас точно много. Иссовывалось на минимуме. И выдержка у вас при этом одна пятисотая, может быть, одна тысячная. Поэтому если смазалось, то здесь дубль точно поможет. Угу, да, красный, желтый, черный. Все, вот вы подошли. Как раз то, что я просила. Чуть ближе подошли и видите. Видите как. Кто видит крупнее? Смазалось, правильно я понимаю, что снимок немножечко смазался? Или нет? Или мне кажется? Чуть есть. Угу, хорошо. Так. Здесь у нас тоже композиция. Наталья, вам нужно снова проработать над композицией. Здесь у нас... По сюжету классно. Все вместе сфотографировались. Семья. Но задний план у нас пересветился снег. Может быть, можно было как-то повернуть так, чтобы задний план у нас не вылетел. Совсем вылетел у нас. Совсем. И можно было, наверное, вертикальный кадр взять и ножки взять целиком. То есть, ниже точку взять. Чуть точнее скажем, все хорошо здесь. Ну, а Наталья, ну, композицию будем с вами еще проходить. Вам спецзадание. Нужно сделать пять кадров, чтобы по композиции вопросов не было ни у меня, ни у кого. Чтобы все сказали пять звезд. Вот так вот. Так, кушаем что-то. Рупертажный снимок. Нормально, смотрите, закомпоновали. Лоб, все хорошо. Телефон не справился. У нас белого слишком много. Ничего здесь не поделаете. Если так светит, ну, можно пробовать экспозицию поправлять, чтобы у нас в тень ушло маленечко. Но если солнце сильно слепит, вы просто не справитесь. Ну, не вы не справитесь, телефон не справляется. Есть такая беда. Это на телефонах, на видеокамерах, на автопаратах больших. На кинокамерах даже такое может быть. Большой очень динамический диапазон. Даже у них такое может случаться. И там всякие хитрости есть. Но здесь, я думаю, была возможность чуть-чуть сделать по настройкам, по экспозиции чуть-чуть прибраться. Так, чтобы у нас и щека подобрелась, и рука не пересветилась. А тени потом чуть-чуть бы подняли отдельно. Самую капельку. Смотрите, вы можете на автомате снимать, но когда что-то пошло не по плану, тогда как раз ручные настройки вносить. Я делаю так. Я снимаю, вот у меня iPhone, и ставлю, открываю часто эту, ProCam называется, ProCam 6. И просто пальцем нажимаешь, все в автомате. Но если автомат делает не то, что нужно, просто хоп, и поправляешься. Если здесь, значит, выдержку, оп, покороче. Одна там шестисотая, одну тысячную прям поставили здесь. А если была одна тысячная, одну двухтысячную, ничего страшного. Одну двухтысячную прям поставили, да не то, что ничего страшного, оно и нужно. Все, рука у вас стала на место, щечка на место стала. Но это технический момент. А по репертажу мне нравится, поймали что-то, он кушает. То есть, не совсем понятно, что кушает, но все равно момент поймали. Это на телефон, причем крупный план, в этом плане хорошо. Этот снимок мне понравился больше всех. Это вообще замечательный снимок, такой потрясающий. Давайте его обработаем и сделаем из него прелесть. Это снимок профессионала. На телефон, причем, да, вы сняли его? Наталья. Дайте знать. Наталья, вы ушли, сказали, о, критикуют, все, ушли? Или нет? Кто что думает по поводу этой фотографии? Дайте знать мне, вы на связи? Я слишком много болтал, и вы меня забанили, поэтому? Я же, я же с любовью, я же не просто так, я же, чтобы лучше было. Взгляд интересный, цвета у нас здесь интересные, композиции интересные у нас здесь. Кстати, заметьте, что здесь у нас получилось. Помните прием, когда один глаз у нас строго по центру? Здесь как раз то же самое получилось. Так, так, да, у нас один глаз, здесь в центре кадра, и такой вот особый эффект получается. И свет красиво лег, и девочка так смотрит внимательно, и глаза у нее такие вот смотрят любопытно, и красивая она, и олени накрутки, и голубой цвет везде, и вот эти вот очки, то, что сбоку лежат, великолепно, великолепно. Наталья, я хочу семь таких фотографий, я хочу, чтобы все фотографии у вас были вот такой вот красоты. Если вы думаете, что вы не можете, то мы все не верим, мы все знаем точно, а я точно знаю, что вы можете делать такие фотографии, и вы можете наснимать семь таких, сделать семь фотографий такого класса. Если вы одну смогли такую сделать, то вы и семь можете таких сделать, по-другому и быть не может. все наталья вот что хотите что хотите хочу семь таких мощных фотографий от вас чтобы прям так все наталья наталья вы услышали все хорошо годится годится так все ждем все ждем это великолепно хочу чтобы все были великолепны так татьяна ну татьяна ну татьяну даже критиковать поводы не дает ну что такое вы мой домашний репортаж как не репортаж татьяна просто мастер этого дела мастер снимает своих детей вот татьяна мы посмотрим вот так вот если что какие-то мысли будут мы скажем но в целом татьяну просто то что умеет делать мы можем смотреть и учиться у нее вот самые настоящие дети в альбом до черно-белые как есть что делают рисуют боем рисует все ничего сказать сказать нечего так как должно быть еще один снимок так как должно быть настоящий репортаж татьяна извините нам нечего сказать потому что все так как должно быть так а здесь непонятно здесь что происходит здесь что вот критикую непонятно что здесь происходит младший у вас интересно что-то взял старший его ловит видимо но непонятно не хватило слишком подрезали непонятно из этого получается все что могу как вот могу так критикую где-то здесь непонятно если бы он вертикальный был тогда да так непонятный но интересный ну есть у вас здесь способность есть и все вот сильная ваша сторона раз-два-три все смотрит ну дети у вас уже любит что здесь произошло что здесь произошло у нас полчаса уже пришло у нас 27 снимок из 99 кулак он кулак показывает шух понял какая-то здесь серьезная история здесь какая-то произошла не шутки злой стал но выглядит не очень злой выглядит серьезный так кстати то случай когда завалили гризон завалили а при этом это здесь уместно ну то есть нормальный мальчишки отбирают фломастер татьяна ну нечего нам нечего нам тут комментировать нечего можно было попробовать чтобы старшего как-то в кадр больше попал если если так получилось бы но репертаж это это нормально попало не попало как как повезло как повезло о 8 человек уже все пришли алисия алисия почему вас 2 алисия нижних сергей не пойму так дина татьяна наталья наталья валентина а валентина пришла мирно еще нет валентина вашим ваша дальше будет вы во время пришли все хорошо бог валентина как вы идеально татьяна ну нет вопросов вам татьяна все у вас получается в этом направлении все получается наслаждайтесь с нами творите показываете что у вас получается и если есть интерес прокачиваете то что не получается я думаю но этот репертаж валентины репертаж магазина пошла и спокойность спокойно сняла а татьяна так не может зато татьяна снимает детей своих великолепно так смотрите валентина у нас вообще просто зашла в магазин и сделал репертаж то что в магазине происходит не постеснялась круто так тут прям у нас сюжет мама в телефоне ребенку внимание не это ребенок у нас стоит и что там еще 145 это какой валюте цена 145 и у нас мужчина молодой сзади еще и женщина сзади как будто будет рекламный рекламный снимок получился почти что я знаю что снимать было сложно поэтому много здесь пола мало потолка потому что видимо вы чуть-чуть из-под тяжка хотели это снять незаметно но все получилось состав читает правильно состав надо читать а я не читаю состав к сожалению редко читаю а у меня бывшая девушка в состав не прочитать хоть что-то купить такого такого быть не могло все получилось настоящий репертажный снимок настоящий выглядит почти как постановочный сложно постановочный почти что выглядит но пол у нас здесь получился много небо не хватает я так понимаю не было возможности мужчина стоит смотрит сколько ему бутылок воды купить или может быть алкоголя замечательно замечательно настоящий самый настоящий репертаж так но здесь уже так маленечко маленечко схватили момент схватили момент но все равно неплохо что думаете что вы думаете что вы думаете мы же должны были целиком все посмотреть ну ладно валентина давайте уже вас так тогда спокойно мы еще посмотрим сейчас целиком здесь мы через через пакеты через пакеты мужчину видим тоже как как детектив у нас получается поймали его как он там шел куда-то поэтому что полезно было все равно полезный когда какой-то интересный снимок будет вы не джи так сильно стесняться не будете когда вы видите можно расскажу историю как я не снял на телефон интереснейший снимок давайте сейчас досмотрим и я вам расскажу если уделите мне минуту на то чтобы я рассказал так но здесь непонятно получилось здесь непонятно совсем сзади мама смотрит сложно сложно было много видите мы там подрезали как-то как-то он не совсем не совсем понятно точнее совсем даже почти непонятно колготки видимо смотрит вот он такой более проходной снимок получился как у алисы первый снимок но его можно первым можно знаете как нужно его первым поставить быстро получится вот обычный магазин и здесь происходит вот это вот это и вот это как у алисе и было первый такой заявочный как бы в план у нас получается а потом уже точнее про всех рассказываем давайте еще еще раз все вместе посмотрим что получилось и перед тем как дина будем смотреть расскажу маленькую из ты нажимала по местами поменять мамы маму дату а дальше поставить раз два три четыре пять шесть вот этот сомнения по поводу этого это то что то что есть то что магазины люди есть до сняли то что там происходит события нету но вы пошли и сделали это очень хорошо когда у вас будет события вы будете снимать вообще легко события где можно снимать вы стесняться никого не будете если вы это сделали то там вам вообще будет легко так ставлю на слайд дина и хотела рассказать маленькую маленькую историю не знаю откуда начать но в общем в общем такая ситуация во вьетнаме я сел на велосипед на свой обычный велосипед чуть-чуть поломанный даже и поехал со вьетнама через камбоджу получается вьетнам камбоджа в таиланд паттайя в общем 1000 1200 километров было и я ехал и ехал многое за неделю за семь дней проехал то ли 1000 то ли 1200 километров уже не помню первый день 300 по многое по многое ездил в 5 утра встаешь и почти до темна едешь уже потом день гамак вешаешь повесишь день гамак спишь дом останавливаешься на час на два покушать отдохнуть такой у меня был опыт жизни и в один момент когда еду по камбодже по камбодже ехать днем вообще невозможно плюс 50 мне кажется днем когда 12 часов дня час дня я прятался по это в тень на заправку потому что у меня футболка была открытая вот так вот руку ставишь все обжигает просто жжет у меня фотографии если черный вот уже ближе к вечеру в какой-то один из дней уже уставший уставший еду и передо мной такое происходит едет как мотоцикл у них мопед тук-тук тук-тук только не пассажирский а просто значит труба огонь и что-то готовит то есть едет мужчина куда-то везет одной рукой управляет мотоциклом а другой рукой он какие-то котлеты так вот перекидывает при этом внизу костер в этом в люльке внизу костер перекидывает котлеты и дымок идет из трубы дым идет и он так потихонечку километров может быть 15 час не спеша на велосипеде догнал может быть даже 12 километров час 10 едет я еду сил нет у меня телефон такой же был вот вот он еще до сих пор живой и он пристегнут чтобы не отвалился мне пристегнут мне нужно остановиться телефон отстегнуть его догнать из последних сил и сделать этот снимок он так хотелось но так не было сил и он через полкилометра где-то свернул и у поехал другим путем и я так и не сделал подумал эх самый такой кадр когда хотелось на телефон снять и не снял вот такой случай был так дина 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 взяла у него была другая фотосессия неудачная но она взяла ту фотосессию который была удачная прогулка и смотрите получилось замечательно здесь даже рассказывать особо нечего раз снимок два три великолепно четыре пять шесть семь восемь так много ну давайте еще чуть помедленнее посмотрим по моему это вышло замечательно и по композиции здесь вот наталья посмотрите по композиции начинает складываться все сразу начинает все преобразовываться следите за композицией важный момент квадро ребенок идет если вы здесь не было композиции снимок было бы непонятно ни о чем был бы снимок но здесь компоновали у нас из левой части такая полоска у нас правый верхний угол идет позитивная диагональ ребенок у нас находится в правой нижней точке этого правила 3 посередине у нас еще человек взгляд направляется ребенок да и идет еще тень все это вместе дает такой эффект классный а почему хоть что-то я что хвалю мало нет я я все вижу вообще замечательное но если что-то хочется чуть поправить я тоже наблюдаю не стесняюсь вам об этом сказать здесь замечательно рука здесь отрабатывает давай вставать когда как зовут дочь давай вставай в снегу хвалит валяться пойдем дальше она смотрит ну ладно стану все хорошо все великолепно огни а как как имя на какой букву куда куда ударение нужно ставить это вообще великолепно все залез как нужно классно нечего сказать а после этого заметьте заметьте мне и никогда не расстраивайтесь когда что-то не получилось что-то получилось один и после этого фотосессия вообще не удалось это удалось другая не удалось такое бывает прям просто примите это если у кого-то получилось у кого-то не получилось ничего страшного второй раз поменяйтесь местами балуется но может быть здесь чуть-чуть еще дублик хочется чтобы вот один другого не прикрывал но все равно великолепно очень хорошо получилось здесь непонятно уже классный снег классно но человека не видно там человек стоит что-то классное но непонятное непонятно уже и вот и завершение истерии все мы нагулялись мы довольны и счастливы и сидим замечательно дина замечательно так а вот еще а это надо было это фотографии надо было не получается что все уехали огни 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 оставили нет видите если мы рассказ рассказ получается надо было эту фотографию поставить вот вот перед вот этой вот сюда вот там сидела а потом и пойдем вот и пошли можно было можно чуть-чуть местами менять замечательно елена 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 вы здесь вы на связи так раз два три пять это что было выставка кошек выставка животных шесть у женщину незнакомые сняли чуть-чуть бы еще но я не знаю можно было или нет можно было или нет прям лицо поймать я не буду на вас строго там плоти нет 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 ловите как получается главное не стесняться главное смелее брать и ловить когда ваша семья тогда да когда вы родных снимаете есть возможность подойти ближе тогда это один вопрос когда незнакомых людей делаете все что можно делаете как получается так толпа что много кошек но здесь же два три а что здесь видите сколько так теперь у меня вопрос ко всем все ли понятно все ли понятно здесь что происходит все ли здесь хорошо или чего-то не хватает что забыли снять вот прям забыли забыли такой момент вот вот чего не хватает явно видно чего не хватает то что есть у алиси то что есть один по-другому у кого-то у кого-то еще это было да не хватает не хватает детальями то не хватает кошек не хватает детей с нижней точки явно не хватает видите все написали все написали так елена не хватало не хватает погружение чуть-чуть чуть-чуть отстранена получилось вот ну вот это издалека отстранена видимо здесь укрупнили маленечко сидят он нам этот снимок если мы про ту историю рассказываем то лучше бы мы ее поменяли на кошку окошку то вообще кошка что сделает кошка не скажет мяу не снимай меня она сидит и сидит она любит сниматься коты вообще обожают сниматься ну что так ребеночка поймали вот такие снимков больше хочется еще больше в лицо дети спокойно чувствует ну как повезет но есть шанс снять его не знаю не знаю напишите пожалуйста можно ли было их снимать вот эмоции здесь есть мне кажется можно было выставка же мне кажется можно было кошек снимать поймали здесь хорошо сколько смогли столько поймали в этом плане есть вот здесь но такой он общий сверху какой-то он такой потерями получается как бы между делом хочется все таки присесть наверное со стороны на глаз детей здесь снять да пусть взрослые будут большие пусть они там по плечу обрежутся но дети интереснее дети у нас смотрит посмотрите вот девочка она смотрит на кошку там эмоции интереснее мне хотелось бы здесь присесть девочка какая так мы и она у нас в нижней части в нижней части здесь потерялась у нас девочка на снимке она такая классная присесть и еще снимать сколько настолько смелости вашей хватает вот этого здесь не хватает мне вот здесь девочка видите какая замечательная и хочется отсюда после этого еще обратную точку увидеть что же там за кот сидит если можно было снимать котов очень бы хотелось увидеть что о чем выставка будто нас обманули все смотрят а нам не показали но отдельно отдельный снимок это же репортаж у нас репортаж сделали снимки детей и добавили к ним снимки кошек и мы же смотрим все вместе это как фильм получается сцена общий план средний план крупный план деталь и все эти вещи можно компоновать и получится рассказ у нас получится была большая выставка у нас было большое помещение ходили мамы кто-то пил кофе дети больше всех смотрели на кошек окошке важно смотрели на них в ответ а некоторые даже отвернулись или вели спать тогда получится рассказ а так получается ну была выставка на выставке много-много всего было эти ходили туда и ходили туда как-то вот так вот понимаете вот такой вот момент есть так эмоции какие вы к ловите классные эмоции вот в этом плане есть дети здесь от кошек визжат в этом плане здесь здесь круто объектив бы длиннофокусный но будут телефоны у всех длиннофокусным объективом я уверен просто какой-то еще телефон китайский видимо вышел еще с какими-то камерами крутыми прям если так активно это направление развивается то через несколько лет будут телефоны которые будут снимать прям лучше и лучше ну если в мире акцент на этом делают то то значит будет результат так эмоции есть эмоции есть а композиция сложная получилась может быть здесь но нет вертикально мама папа по-другому видимо нельзя было но классно только кошек не хватает не увидел ни одной кошки только вот на картинке кошку видел женщина хотелось бы взгляд ее но как получилось вот толпу и вот видите вот мы увидели толпу вот вот и вот это вот хочется деталей девушка есть много людей это пони поняли мы но к этому снимку добавьте еще деталек деталек или крупных планов что-то там делают они вот уже видеть вот эмоции выход вы замечательно ловите гель здесь мы поймали везде поймали но широкий объектив здесь смазался снимочек у нас здесь не поняли что делают хотя бы вот здесь еще от зайти покрупнее снять не хватает не хватает то же самое видите у вас везде то же самое как бы издалека когда ловите интересное происходит но стесняясь стесняясь совсем издалека вот раступились все вы их поймали на задний план у нас совсем белый там окно видимо было что скажете что скажете напишите напишите что вы думаете вот еще раз показываю что вы думаете дайте пожалуйста знать дайте пожалуйста знать ничего что так листая у вас и хотел еще спросить такой момент я когда перелистываю то у меня фотография долю секунды загружается такой как шелчок так и сверху вниз немножко загружается не очень приятно выглядит как у вас это выглядит я не знаю у вас это выглядит неприятно или у вас красиво все меняется местами согласны я думаю всем это видно что хочется чуть чуть больше деталек хорошо ловите классные эмоции хочется деталек больше калина калина у нас здесь калины нету хорошо посмотрит тогда в записи о красота мне напоминает непал я не был в непале но видел фильмы про непал там другие платочки но что-то похожее напоминает классно такое можно же истерию начинать рассказывать с общего плана где все было что происходило можно через деталь начать рассказывать и здесь как раз тот случай когда можно через деталь и когда деталь что-то рассказывать мы деталь показали и уже у нас мысли что же это такое что же такое праздник на улице солнечный день что это и раскрываем оп а это мы просто гуляем оказывается замечательный снимок на прогулке точно ли это репортаж точно ли это незнакомые люди но получилось классно здесь прям вот так вот хоп и там набережная классное место кстати замечательно что думаете что думаете мне нравится этот снимок его чуть-чуть еще добавим резкости может чуть-чуть снизу еще как же здесь сделать то сверху классное а снизу место можно формат поменять капельку капельку подрежем здесь не нужно нам столько места снизу что вот мы стоим наблюдаем здесь хочется историю про то что они пошли и им никто не мешает самую капельку снизу подрежем не то чтобы здесь плохо но мне кажется чуть-чуть подрезать снизу место будет лучше такое у меня впечатление здесь с веточками праздник веточки на переднем плане замечательно замечательно праздник какой-то какой-то праздник видите много неба у нас ленты наверху и люди ходят а линии такие цветные что за праздник в Турции такой хотелось бы узнать так здесь у нас ошибка по экспозиции сильная ошибка по экспозиции удивительное небо получилось синяя полоса зеленая полоса и белая полоса видите потом голубая полоса и небо человек капюшоне засек съемку на прошлом снимке капюшоне а вот этот может быть может быть может быть здесь не могу ничего сказать у нас здесь по экспозиции ошибка когда ошибка по экспозиции увидели и чуть-чуть поправились бывает такое ничего страшного но задача была сделать 7 лучших снимков и можно было снимать еще больше и выбрать снимки где нет ошибок по экспозиции видите пересветилось что скажете ну заметно же ну как здесь может быть незаметно все у нас асфальт вообще пересветился асфальт белый ну светлый очень солнце отражает есть есть такую опасность но здесь есть куда закрываться ну не закрываться закрываться обычно на автоперазе закрываться потому что диафрагму часто закрывают выдержку здесь можно короче делать совершенно спокойно солнце-то хватает здесь тоже самое верхняя точка у нас и здесь у нас ошибка по экспозиции тут точнее у забыл все вместе все вместе снимки здесь можно поточнее по композиции у нас здесь все таки здесь фонарь вот этот вот прям из головы торчит здесь ближе хочется здесь у нас асфальта много асфальта много здесь да фонарь там да здесь да ближе взять может быть нету здесь калина у вас несколько снимков там классные а несколько снимков мимо если у вас есть классные снимки значит вы можете все делать классные ну не может быть по другому вот это другая часть это другая часть у вас есть половина снимков вот огонь а половина раз два три снимка были отличные раз два три снимка мимо и это тоже тоже такой непонятный вот 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 Мужчина с дочкой или с внучкой, не знаю, что-то рисует. Все, хорошо, репортаж есть. Так, развернулись обратную точку. Замечательно, чуть-чуть ниже точка здесь просится. Так, вот мы взяли точку ниже. Можно чуть ближе даже было, но все. Вот, ну, здесь, смотрите, здесь получается хорошо, ловите так, чтобы один, вот, лица у них близко получились. Вы просто делаете еще, еще дубль и выбираете тот снимок, где лица, может быть, на заднем плане так близко бы не получились. Видите, у нас одно лицо и другое, вот мама и дочка. А дети, классный момент, один другому передает, поймали. Здесь у нас получилась сложная двойная такая композиция. Ребенок смотрит в одну сторону, но у нас взгляд пробивается, как бы, как бы такая линейная перспектива прямо уходит. И мы видим там женщину. Ну, вот такой немножко непонятный снимок. Так, здесь, что здесь скажете? Или вы устали уже? Чуть-чуть осталось. 75-99, чуть-чуть осталось. Я думаю, минут 10 и закончим сейчас. Что здесь скажете? И да, и нет. Чуть-чуть еще. Да, спинами. То есть есть сюжет, есть сюжет, но вот они отвернулись от нас. Или оттуда, или не знаю как. Вот, с одной стороны, они у нас и в кадре распределены, интересно. Вот у нас раз, два, три, шесть человек. Их тут правило нечетного. Вот шесть человек, отлично смотрится здесь, шесть. Ну, вот если бы не были все спинами. Хотя, ну, нормально. О, здесь, может быть, все-таки здесь все-таки вертикально фирмат лучше бы был. У нас бы девочка и рука бы не отрезалась. Слева в моей руке было больше. Свет у нас здесь мягкий, получается. Чуть-чуть, видите, на девочку падает только. Предметы на переднем плане. Дубли, дубли надо делать. Сделали так, хоп, повернули, хоп, посмотрели, сделали. Можете, Калина, вы можете. Можете, чуть-чуть, надо, чуть-чуть еще позаниматься нужно. Это непонятный. Пришли, ушли, такое много тут всего, с зеркалом, двойной. Но про кого? Если про малыша, то странный маленечко, непонятный, на мой взгляд. Так, что скажете, что скажете? Я думаю, что у Калины есть способность, и она явно показывает, что она может снимать, но не понимает, какие снимки классные, какие нет. И следующее занятие как раз этому посвятим, чтобы прям отбирать снимки плохие от удачных. Хорошо. Калины нет у нас сегодня с нами. Так, Татьяна. Кисловодск, и что-то там происходило, какие-то там, какое-то интервью взяли. Здесь, в общем-то, есть события, есть сюжет, чуть точнее композицию. Ну, я понимаю, что задний план здесь красивый, но все-таки чуть, может быть, правее даже здесь остаться. Взять ниже точку и меньше неба над головой взять. Ну, поломала здесь композиция только из-за этого. Все здесь есть, но нет композиции. Ой, давайте, как мы собирались. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ох, замечательно. Так, сейчас чуть-чуть поточнее. Так, вот сюда. Так, здесь у нас могло бы быть интереснее. Чуть точнее. Можно подрезать, конечно. Я тянусь, вы не смотрите на меня. Я тянусь, пытаюсь понять, можно ли там подрезать. Я думаю, что здесь можно чуть-чуть подрезать. И все поймали, все поймали. Но не надо так много неба над головой оставлять. Замечательно. Всех построили, все как нужно. Мужчина там сзади у нас. Ну, ладно. Все выставили в нужную точку. Мужчина, понятно, тени от него. Всех ряд выставили. И они у него все под рукой. Всем указывает, куда идти. Все есть. Все понятно. Что-то собираются делать. А вот и понятно, что собираются делать. Можно так, но хочется к этому снимку еще потом малыша снять. То есть, есть и еще. Но вот Татьяна хорошо получилась. Так. Вот почему не раскрыта эта тема? Можно же было еще доснять. Мальчишка же поднимался, спускался здесь. Как будто обманули. Как будто вы меня не показали самое интересное. Как будто бы есть такое ощущение у вас, что не показали самое-самое интересное. Так, разминаются у нас. Растягиваются. Это называется, если я не ошибаюсь, это называется империозовское ущелье. Может быть, это другое место. Но похоже. Вот, кто-то ползет. Да, такой вот паучок у нас получается здесь. Да, там красиво. Там красиво и тепло. И бывает осенью можно в одной футболке ходить. Весной в одной футболке. В плане климата и в плане красот. 15 минут на машине, 20 минут на машине. И там такие пейзажи открываются. Если на машине поехать час, там водопады, горы. Там такая красота. Почти как на Алтае. На Алтае еще красивее. На Кавказе еще, на Урале красиво. Вот, на Кавказе красиво. На Байкале, на Камчатке, говорят, красиво. Но на Алтае. Так, паучок. Все замечательно здесь. Все хорошо. Так вот он есть. Смотрит мужчины. И вот этот мне больше всех нравится. Чуть-чуть композиции, точнее, везде-везде. Чуть-чуть точнее, еще лучше будет. Вот есть чуть ниже точка, может быть, здесь чуть больше. Там другую машинку поймать. Чуть-чуть, Татьяна, над композицией точнее. Смотрите, здесь есть у нас одна каска, вторая у нас. Повторяющиеся формы получились. Сзади что-то там происходит. Вот каски оставили, видимо, пошли чай пить. Классно. На столбах еще. Это где? Это Кисловодск. Видите, Кисловодске уже просто там жара, наверное, уже плюс 25, мне кажется, может быть. Так, что скажете? Что скажете по поводу Татьяны? Я думаю, что неплохо нужно чуть-чуть точнее над композицией. Что-то мы на финишной прямой, у нас композиция крымает. Уже должно на место все было встать. Значит, будем, значит, еще до экзамена, значит, будем еще делать занятия по композиции для тех, у кого сложности с этим. Скалы. Я был в Красноярске за два, но на скалы так и не попал. Татьяна молодец. Чуть еще точнее над композицией. Наталья. Так. Давайте все вместе посмотрим сейчас. И потом по отдельности. Раз. Два. Три. Четыре. Там почему-то все вперемешку получилось. И много снимков. Так, так. И непонятно, непонятно, как бы, про что получилось. Может быть, там два сюжета. А, вот этот снимок, кажется, уже был. Ну, может быть, я загрузил не так. Прошу прощения, если я загрузил не так. Все. Да, последующего у нас уже все. Вся, всем. Подождите. Подождите, сейчас все исправлю. Здесь и есть, и как будто бы непонятно о чем. Как бы как-то все вперемешку получилось. Звук, звук. У остальных есть звук? У такого Валентины пропал звук. Остальные меня слышат? Чуть-чуть осталось. Кто-то уже ушел. Ну, вот пять минуточек, и сейчас заканчиваем. Пожалуйста, не уходите. Кто может не уходить? Так. Это Наталья у нас. Наталья. И есть, и не совсем понятно, что именно, что именно. И постреляли, и машины, и машина крупным планом. И вот лично у меня вопрос о том, что хотели рассказать. Все, хорошо, все есть. Как у вас впечатление? Вот сейчас быстро все посмотрели. Что у вас за впечатление создалось? Дайте мне знать. У меня вот такой главный вопрос. Не понял, не понял. Машины, стреляли, опять машины, собаки. Все вместе все было, или как? Загородный отдых. Отдых или там тест-драйв был. Может быть, там из разных мероприятий снимки. Здесь, понятно, дом. Приехали отдыхать. Видимо, будут сейчас гулять. Хорошо. Такой вот он есть, такой снимок. Ну, девочка загораживает людей там, шаг вправо, и все. И никто тогда никого загораживать не будет. Слушайте, это... Это не... Нет, не такое. Показалось, что я был в этом доме. Так. Презентация о машине для всех была. Для всех. Но... Хорошо. Следующим занятием будем как-то над этими моментами еще уточнять их. Чтобы вы показывали, чтобы история была, рассказывалась еще точнее. Мы пройдем следующее занятие и попытаемся это усилить с вами. Здесь вот он рассказывает, непонятно здесь, что. Кто такой мужчина, о чем он рассказывает. Мне непонятно, как остальным. То есть что-то есть, что-то ходит как-то между собой, как будто люди своими делами заняты. Но кто-то рассказывает, его не слушают. Официант пошел по своим делам. Чей-то там объектив, как у меня был, кажется. А может 24-105, кэноновский, элька, чей-то вон объектив, не знаю какой. Какой-то объектив. И вот так вот, какая-то непонятные какие-то движения. А мужчина хочет сказать, его никто не слушает. У меня такое впечатление. Так. Здесь. Да. Вот ребята катаются. Так, может, можно было здесь еще их поснимать? Может быть, здесь точку можно было пониже взять? Хотя, нормально. Это есть. Репортаж, все, здесь есть. Пожалуйста, сделали. Так, тест-драйв. Машины там, внутри. Ну, что думаете? Хорошо, сделаем так. Сделаем так. Что думаете? Показывает, кто-то, привет, передает? Неточная композиция здесь могла бы быть и лучше. Во-первых, машина, динамики добавить. Возьмите точку ниже. Во-вторых, почему заднюю часть машины отрезали здесь? Нижняя точка как раз вам на динамику и отрабатывает. Машина едет. Чуть присядьте. Или человека нужно было снять. Или машину. Такой он, неточный снимок, неточный. Так. Здесь мы. Если мы стреляем, покажите, куда мы стреляем. Чуть меньше воздуха, чуть-чуть левее туда. Всем хочется увидеть, куда мы целимся или нет? Или мне одному хочется увидеть? Или я сегодня вот на одних ругаюсь, а других хвалю? Скажите, скажите, Василий, ну что-то ты совсем одних сегодня ругаешь, других хвалишь. Хочется увидеть. Действительно. Кто-то там записывает. Но хочется. Оп. Шаг влево. Шаг влево ниже точку и чуть-чуть присесть. Ну, в смысле, ниже точку и чуть меньше неба. Все. Вот, видим здесь. Здесь видим, стреляем по бутылкам. С той стороны снимать нельзя, видимо. Отсюда можно. Силуэт у нас здесь. Получился ничего, скорее всего, здесь сделать нельзя было. Силуэт. Ну, что в таких случаях делать? Сделали силуэтом и сняли человека потом с ружьем отдельно. Он повернулся и с ружьем сняли. Все, история получилась. Один снимок такой, один такой. Собака. Собака у нас там, где катались. Можно было попробовать по-другому ставить снимки, но я загружал, как загружал. Видите, собака и катающийся. Получился мой рассказ. Там катаются, а здесь с собакой. Ну, снимок хорошо, снимок на месте. И все, вот собака смотрит сзади какие-то люди. Ну, задний план можно было поискать. Чуть-чуть, чтобы они так не подрезались. Дублик сделать. Ну, так уже, тонкости. Но на переднем плане все есть. На заднем плане получилось, получилось. Нет, нет. На переднем все. Собака, друг человека. Это такой снимок на память. Мы тут были. Ну, если такая задача была, то все скомпоновали. Мы здесь были. Мы возле машины. Да, хорошо. Но, не знаю. Если в этом плане, то все сделали. Так. Нет, машину можно было снять лучше. Машину вы не сняли. Сзади места оставляйте меньше, спереди чуть больше. То, что мы проходили, касается и машин тоже. Лучше она будет. И все. Здесь этот момент. Или здесь хотя бы. Здесь знаете, что можно сделать? Здесь просто подрезать нужно заднюю часть. И тогда получится подрезать чуть сверху. Все, машина встанет на свое место. Композиция. Чуть-чуть точнее здесь. Этот снимок у нас уже был. Вот, испачкалось. То, что ездили. Ну, так, тогда мне нужно было, значит, их местами поставить. Что ездили и приехали, испачкались. Тогда понятно. Этот мне интереснее. Если бы человек сел или его поймали, кого-то чего-то не хватает. Кого-то на снимке, когда он выходит из машины. Недорассказанно немножечко получается. И да, и чуть-чуть не хватает. Может, крупных планов, лиц не хватает. Что думаете? Что думаете? Давайте вот на вот этом. Здесь поймали момент. Здесь движение есть. Кусты здесь вот. Ну, ладно. Но вот здесь есть ощущение, что машина едет. Что думаете? Давайте, скажите, пожалуйста, что думаете по поводу этих фотографий, этой фотосессии. И все. И на сегодня все. Никто ничего не думает? Не обманывайте. Напишите, есть ли такое впечатление, что не хватило деталей, не хватило эмоций, не хватило сказанности чуть-чуть. Вроде бы все есть, но не хватает. Не хватает, что вот крупный план из машины выходит мужчина, или в машину садится, и тогда все эти машины, вот когда он в машину садится снять, как машина едет, так он вышел довольный. Все, тогда сюжет будет. Действительно, сюжет и с ней тогда получится. И все остальные снимки тогда, может быть, тоже встанут на место. Кто-то гуляет, кто-то балуется, а папа едет, делает тест. И постреляли, когда вот чуть-чуть не хватает эмоций здесь. Все, все, всем вам большущее спасибо. Все у нас хорошо, что не хорошо, то мы подтянем. Согласны? Согласны. Мы хорошо идем, и мы разбираем вещи. Не просто там мобильная фотография, там между делом, как что снять. Мы серьезные моменты разбираем, те, которые мы, в общем-то, проходили в большой школе. Все, всем большущее спасибо. Мы уложились с вами, получается, в час, час пятнадцать. Неплохо, сто фотографий разобрались за час пятнадцать, сто слайдов. Все, всем пока-пока, спасибо. Фух.